На один день поточная аудитория номер 317 Пушкинского университета превратилась в культурно-образовательную китайскую площадку. Здесь можно было воочию услышать фольклорную современную музыку, проникнуться образами модного показа традиционных костюмов и даже посмотреть тонкости такого вида единоборств, как ушу, то, чем славится Поднебесная. Все это многообразие богатой культуры Китая, традиции которой уходят в далекие столетия. Она всегда была объектом интереса для европейского мира и теперь, благодаря таким образовательным площадкам, как Институт Конфуция, становится более доступной. В Брестском вузе учебный комплекс существует уже около двух лет и, стоит сказать, пользуется спросом. Курсы на данный момент посещают около 200 слушателей, и это, уверяет руководство и кураторы, не предел. Все с учетом нагрузки на преподавателей. Постепенно к проекту подключаются и школьники, и люди более старшего поколения. Они с удовольствием знакомятся с первыми словами и иероглифами, открывая для себя неповторимый восточный мир. История становления Института Конфуция в Бресте началась еще в 2020-м. Несмотря на пандемию, в день рождения вуза площадка открыла двери для всех желающих и с первых дней стала популярной. Сегодня на этом фундаменте развивается новый проект. В ближайшее время в перечне получаемых профессий может появиться новая специальность. Мы планируем в 2023 году на базе факультета иностранных языков открыть подготовку специалистов, где вторым иностранным языком будет китайский. Первый английский, а второй китайский. Поэтому будем готовить документы для открытия вот такой специализации. Конечно, рассказывать о своих успехах и показывать достижения можно достаточно долго. После официальной части гостей пригласили в зону мастер-классов. Здесь приглашенные смогли стать участниками настоящей китайской чайной церемонии. Попытать свои силы в завязывании узлов на удачу и создании композиции из цветной бумаги. Отдельным спросом пользовалась площадка обучения каллиграфии. Наши студенты думают, что это не очень сложно. На самом начале это немножко сложно, потом легче и не легче. Когда они знают, заметили, как правильно писать, например, сверху вниз, слева направо, и в чем состоит, потом попроще будет. Кстати, в среднем взрослый житель Поднебесной знает от 5 до 8 тысяч иероглифов, каждый из которых имеет свое значение и обозначение. Впечатляет. Познакомиться с этими и многими другими направлениями деятельности может любой желающий. Для этого нужно лишь обратиться в институт и выбрать профильную программу. Вся дополнительная информация расположена на сайте Брестского государственного университета имени Пушкина. Брестского государственного университета имени Пушкина.